Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости! Сегодня мы с вами будем тестировать нашумевшую палетку от блогера Хиндаш. Буквально пару дней назад официально вышла эта палетка. Я расскажу занимательную историю, как же все-таки она оказалась в моих руках. Чем же эта палетка примечательна? Ну, во-первых, конечно же, своим оригинальным видом. Как видите, здесь шесть оттенков, и каждый из них это градиентный цвет от одного к другому. И смысл в том, что вы можете вашу кисточку концентрировать либо в одном углу, либо в другом, либо где-то в серединке, добиваясь таким образом нужного для вас оттенка. Вторая интересность этой палетки заключается в том, что якобы продукты здесь можно использовать как на глазах, так и на лице, в бровях, как подводку. В общем, множество разных применений. И вроде как он специально разрабатывал здесь все оттенки, была невероятно сложная прессовка, чтобы добиться текстуры, которая будет работать хорошо как на глазах, так и на лице. Ну и третья, конечно, причина. Это первый продукт бренда от блогера. Блогера, наверное, не очень правильно сказать, визажист Хиндаш. Если вы не слышали о нем, это визажист из Арабских Эмиратов, и занимательно про него изначально он занимался живописью, он художник. У него в 2015 году даже выставка была, которая, кстати, тоже называлась Бьютопси, как эта палетка. Что вообще значит Бьютопси? Это игра слов, да, то есть бьюти плюс аутопсия, вскрытие, да, на русском языке это, конечно, звучит ужасно, но глубинный смысл здесь заключается в том, что вроде как это вскрытие бьюти мира. Разбор этого понятия на составляющие, то, как люди видят совершенство, и как люди видят бьюти мир и целую индустрию. Такая вот идея стоит за этой палеткой. Мы сегодня с вами обязательно докопаемся до сути этой палетки. Я покажу сводчи, как пальцем, так и кистью, на базу, без базы. Я только что уже сводчи сделала, чуть-чуть сводчики, скажем так, отличаются от того, что Хиндаш показал в своем видео. Еще фишка в том, что нет вообще ни одного обзора, сводчи тоже нет от живого человека, по крайней мере, вот сейчас, когда я снимаю, потому что мне как-то очень странно повезло, и так сложились обстоятельства, что мне удалось ее достать, по сути, раньше всех остальных. Так что ни одного обзора я не видела, все, на что можно ссылаться, это, в общем-то, слова самого Хиндаша. Мне кажется, это вдвойне интересно, пробовать такой новый продукт. По тому, в каком видео приезжает палетка, вот коробочка написана на ней, Хиндаш, и внутри, по сути, был пупорчатый мешочек, и вот эти вот белые штучки, чтобы палетка, в общем-то, не разбилась с пути, и еще все это вместе было в пакете. Давайте я скажу просто пару слов, как мне удалось заполучить эту палетку очень быстро. Будучи криповым отслеживателем косметики всевозможных сайтов, когда новинки выходят, я, в общем-то, субботним утром, какое-то, 27-ое число, да, было, получается. Открываю телефон, у меня там открыт этот Сайн Хиндаш, потому что я до этого за пару дней снова проверяла, и хоп, у меня открывается палетка, можно заказать, никакого анонсмента не было. Я такая, ну окей, файн, беру, заказываю эту палетку, но не тут-то было. Я не знаю, сколько раз, пять, может быть, я пыталась сделать заказ, меня перекидывало на сайт какой-то Арабских Эмиратов, я ни разу его не видела в своей жизни, это выглядело как скам еще, если честно. Ну, кредитками, в общем-то, безопасно более-менее пользоваться в Америке, поэтому я на все кредитные карточки перепробовала, меня постоянно выбрасывала, говорила, что какая-то проблема. Потом я уже зашла с телефона, там была доступна опция Apple Pay, и, аллилуйя, да, вот через Apple Pay мне удалось все-таки сделать заказ. Однако, каково было мое удивление, когда я на следующий день зашла, чтобы посмотреть просто мой заказ, я смотрю, сайт снова закрыт, там ничего нельзя сделать, он выглядит вот как до того, как, в общем-то, стоялся запуск, и даже страничку с палеткой открыть нельзя, что за фигня. Ну, в общем-то, как оказалось, это у них был тестовый запуск этого сайта, они его открыли на очень маленький срок, и так вот повезло мне, в общем-то, зайти на сайт, как раз в этот момент, когда у них этот сайт был открыт, и я заказала свою палетку. 29 числа мне пришел трекинг-номер, но здесь не заканчиваются мои беды, потому что этот трекинг-номер нигде не трекался. Они написали, что это DHL должен был сайт, но на DHL ничего не трекалось, я пробовала несколько дней, сайт мне писал, что трекинг неверный, в результате уже, когда открылся запуск, я не помню, возможно, 31 числа, может быть, ну да, мне кажется, 31 было число, когда уже открылся сайт официально, я, в общем-то, заказала еще одну палетку, потому что я понятия не имела, что с первой, и был, но это я уже потом узнала, что это был тестовый запуск сайта, то есть я не знала, что думать, может быть, я вообще на каких-то скамеров попалась. Пишу, а значит, 1 числа в службу поддержки, вот трекинг-номер, он неправильный, мне кажется, потому что он ничего не трекает. И они такие, ой, да, сори, вот вам правильный трекинг-номер, и что вы думаете? И тот тоже не трекается. Короче, я уже полезла искать какие-то сайты для трека от Арабских Эмиратов, я в результате смогла все-таки затрекать, сайт называется parcelsapp.com, вот на этом сайте, видимо, он проверяет у кучи разных транспортных компаний, и оказалось, что все это никаким не DHL было отправлено, а компанией Aramex. И, в общем-то, я узнала таким образом, что уже в этот день, вот я сегодня открываю этот сайт, и оказывается, что уже сегодня ко мне приезжает эта палетка. Ну ладно, черт с ним, давайте уже о самой палетке, она в результате у меня в руках, и, наверное, стоит радоваться этому. Сделаны сами продукты внутри в Италии, но палетка собрана была в Китае, здесь 24 грамма продукта, это очень много, 6 оттенков, как вы понимаете, по 4 грамма. По составу теней здесь всего лишь 2 состава, один общий на все продукты, и состав, отличающийся от всего остального, вот этот вот красный здесь цвет, и Хиндаши тоже сказал в своем видео, что палетка веганская, и красный веганский пигмент, это, по сути, краска, и нужно проверить, что у вас не будет аллергии. Давайте сейчас посмотрим свотчи этой палетки, свотчи я делаю в сухую, без базы, пальцем и кистью. Не пугайтесь сразу со стула, не падайте, когда увидите эти свотчи, конечно, они не настолько поражают воображение, скажем так, как то, что Хиндаш показал в своем видео, но у меня есть надежда, что на коже они будут намного лучше себя вести, чем они свотчатся, и после этого я еще поверх базы я взяла от Urban Decay, посвотчила все эти продукты, так как Хиндаш делал в своем видео с одной стороны более темный, с другой светлый, и, соответственно, градиент постаралась пальцами нарисовать. И после этого уже приступим к нанесению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и можно здесь все, что угодно, с чем угодно смешивать. Так что можно, наверное, взять вот этот цвет, да, и смешать, может быть, вот здесь вот в серединке взять, чтобы более-менее получить скульптор для моего цвета кожи. Ну, давайте я, наверное, начну вот с этого цвета, посмотрим, что им получается. Видно ли его вообще будет на коже? Вроде даже что-то видно, да? Давайте еще этот оттенок, может быть, нам и не нужен более холодный. Очень мягкий цвет, конечно, получается. Вот что-то уже наклевывается. Это продукты не очень пигментированные, я еще когда свочила, заметила, их прям трогаешь, они такие тоненькие-тоненькие, как будто это пудра очень мелкого помолота. Вот, мне кажется, уже можно даже так, да, ставить, натурально получилось. Ну, давайте я попробую вот здесь вот в серединке взять и немного вот этого смешаю. Мне кажется, вообще очень натурально получается. Давайте я еще сюда добавлю мои пять подбородков. Надо прятать правильно. К слову, здесь абсолютно все оттенки матовые, и Хиндаш сказал, что если нужен хайлайтер, то типа матовый хайлайтер можно добавлять, матовое подсвечивание. Хиндаш не показывал, что здесь можно что-то использовать как пудру для лица, я его более чем понимаю, потому что если ты говоришь, что можно использовать как пудру, то определенные здесь есть ограничения на цвет кожи, на который ты нужно наносить, а эта палецка должна подходить для всех типов кожи. Мне кажется, поэтому он не озвучил, ну, давайте я вот этот вот цвет возьму и попробую нанести просто как пудру на все лицо. У меня очень жарко сейчас, поэтому мне не помешает, в общем-то. Кстати, очень даже неплохо как пудра работает, очень-очень это тоненький продукт, пирога на лице не получается. Как скольптор, кстати, Хиндаш сказал, еще можно использовать вот здесь вот, чтобы нос немного приподнять. Давайте я возьму снова нашу комбинацию. И светлый оттенок его видео он наносил на выступающие участки на носу. Вот здесь вот, чтобы приподнять немного кончик. И вот сюда. Не знаю, ну, здесь мне что-то как-то не нравится. Давайте что-ли перейдем к тенямам, потом выберем румяна, потому что здесь с одной стороны есть розовый румяна, тут вроде как персиковый, тут красный. Ну, в общем, у нас здесь есть с вами разнообразие по румяну, в зависимости от того, что у нас на глазах получится, уже выберем цвет. И наношу базу от Nars. Хиндаш в своем видео сказал, что на базу наслаивать цвета. Начинаем с оттенка TEN. Замечательно он, конечно, растушевывается. Да, вы сразу не получаете очень яркий цвет, но мне кажется, чем больше я наношу, тем он становится более темным и более насыщенным. Именно так, как Хиндаш и обещал. Он, кстати, еще обещал, что не будет осыпашек совершенно, и пока, конечно, рано судить, но ни одной осыпашки я не вижу. Ну все, мне кажется, 15 раз уже достаточно. Цвет мы с вами действительно наслоили до состояния, когда уже видно, что явно что-то нанесено. Следующий шаг я попробую взять именно коричнево-серый. Здесь серединки. Они теплые и не холодные, и буду наносить на нижнее веко. Далее давайте возьмем темно-коричневый интро. Другую возьму кисточку. Вот этими двумя цветами утягиваю на внешний уголочек. Теперь беру персиковый цвет и наношу на подвижное веко. Чуть-чуть под глаза осыпалось минимальные крошечки, которые разводов не оставляют. Под брови высветляю бежевым. Пытаюсь подвести ресничную линию черным цветом, называется Fetum. Это у меня кисть для бровей на самом деле, но здесь очень удобно вдоль ресничной линии проходить этой частью. Вроде бы даже работает, на удивление. Чуть добавляю глубину темно-коричневым. Ну что, я нарисовала второй глаз тоже. Подвела только ресничную линию карандашом коллеги. Хиндаша от Война Госса у меня карандаш для глаз. И ресницы накрасила. В общем-то, все. Не хочу рисовать подводкой. В общем, я ничего не добавляла именно на подвижное веко наверх. Только внутри немного подвела и реснички, чтобы мы с вами оценили, именно как тени себя сегодня ведут в течение дня без всего. Давайте я еще немного припудрую. У нас так жарко вообще. Я уже включила кондиционер. Надеюсь, он не очень шумит и не слышно. Вот этот снова цвет беру и припудриваю немного. Я хочу сделать ошибку. Хочется мне сделать ошибку. Попробовать именно матовым подсветить. Вот этим белым. Может быть, желтым немного. Давайте попробуем, да, чем черт не шутит. Белый беру и немного желтого. Именно не сияние, да, с переливом. А просто более светлый цвет получается как бы приподнимается немного. Ну ладно, будем довольствоваться этим. Хайлайтер не буду сегодня наносить. А очень хочется, очень хочется. Без хайлайтера я даже не знаю, какой в принципе макияж я хоть когда-либо делаю. Так, давайте нанесем румяна. Мне кажется, вот эти вот персиковые тоже надо взять, да. То же самое, что я наносила именно на подвижное веко. Тык-тык-тык. Очень-очень мало набирается. Получается очень розовый цвет, конечно, никакой не персиковый. Персикового мне не доложили, мне кажется, в румянах. Не, ну, конечно, по текстуре мне пока действительно нравится. Единственное, долго приходится вот тени я, да, наносила. Потому что не самый это пигментированный вариант. В общем-то, как это и задумывалось. То есть, это неплохо. Просто, наверное, немного непривычно. Ну вот на лице, конечно, удобно использовать. Потому что сразу яркий цвет не получается. Очень тоненькая текстура, растушевывается мгновенно. Пятен никаких. Ух, наморфушилась прямо. Надо знать, когда вовремя остановиться. Ну, я, видимо, не знаю. Еще одну ошибку, если честно, мне хочется совершить. Хиндар сказал, что можно и в бровях тоже использовать. Давайте, наверное, попробуем, может быть, более теплыми мне брови сделать. Давайте, наверное, вот этот коричневый. И чуть-чуть капелюшечку красного. Ну, не знаю, видно или нет. Я вижу от зеркала, что чуть более тепленький стал цвет. Потеплее попробуем сделать. Здесь у меня скульптор, да, вот только начинается. А бронзер я не нанесла. Возьму вот этот цвет и немного с этого края коричневый. Вот теперь видно, что и бронзер тоже есть. И вот теперь, наверное, давайте уже оставим, как у нас получилось до вечера. Обязательно вернусь, посмотрим, как все продержалось. Мы едем в хот-под с друзьями. Я голодная, как черт просто. Я к вам вернулась в образе испано-итальянской мамочки Стивлера. Так, давайте еще один макияж покажу. И я постаралась его снять в макро, чтобы вам было видно. И у меня не было цели сделать какой-то конкретный макияж. Я просто хотела постараться показать, ну, и вместе с вами, в общем-то, протестировать, насколько эти тени действительно наслаиваемые. То есть я просто брала от светлых к темному. Разные цвета пробовала наслаивать. Один на другой, как они смешиваются друг с другом. То есть я начала с самых светлых. И в конечном итоге я уже черным просто все добивала. Я надеюсь, вам это окажется полезным, чтобы понять, как именно цвета наслаиваются друг на друга. Немного вы видите, возможно, есть осыпашек. Но буквально крошечки я очень щедро, скажем так, кистью ковыряла из серифили. И опало буквально несколько крошечек, которые с легкостью смахнулись. То есть осыпашки это точно не проблема этой палетки. И, наверное, это одни из самых слабо осыпающихся теней в принципе. Если, конечно, использовать эти продукты как тени. Здесь же в макро очень хорошо видно, что текстура у теней чуть суховата. Все-таки они чуть более сухие, наверное, чем подавляющее большинство теней. И немного они так цепляются за какие-то несовершенства, за неровности кожи. Это бывает иногда с сухими формулами. Но здесь нужно, наверное, просто побольше потушевать. Возможно, понаслаивать, смешивать с цветом близким к оттенку кожи. В таком случае не так это будет заметно. Еще я тоже в макро специально оставила брови голые, чтобы мы с вами вместе, в общем-то, брови попытались нарисовать. Я брала оттенок, который называется Feel и Real. От серого к коричневому. Мне кажется, замечательный ряд для того, чтобы брови рисовать здесь холодный, переходящий в теплый. Ну, конечно, есть у такого решения, когда градиентный цвет, небольшая особенность, что вытыкнули кисточкой. Если вы не посмотрели, куда вытыкнули, то в следующий раз вытыкаете, и вы можете уже в другой цвет тыкнуть. И таким образом, вот у меня сначала кончик брови очень теплым получился. Я его потом пыталась серым перетирать. Ну, короче, в результате я приспособилась к конкретно место тыкаю и посильнее давлю, чтобы у меня там маленькая вмятинка осталась в рефиле. Я таким образом вижу, куда я только что кисточку тыкала в последний раз. По тому, до какого момента мне удалось этот черный наслоить, можно сделать вывод, что это, конечно, черный не самый пигментированный. Но, в принципе, здесь тени не самые пигментированные на рынке. Я бы сказала, что это средняя пигментация. Это логично, потому что нужно еще их использовать и на лице. Поэтому Хиндаш, видимо, выбрал конкретно такую консистенцию, которая наслаивается. То есть, вы можете, по идее, более темный цвет получить, если вы наслаиваете все это дело. Мне кажется, у него получилось, но с черным, конечно, вот если на свотч его посмотреть, не настолько яркий цвет, не настолько густой. Можно, конечно, пытаться это наносить на влажную базу в таком случае, чтобы сразу прилипал оттенок, больше пигментации вы получите. Но это не то, как Хиндаш, по крайней мере, рекомендовал пользоваться его палеткой. Он говорил базу, потом закрепить и постепенно вот так вот наслаивать. Я, в общем-то, как раз этим макияжем в макро хотела вблизи продемонстрировать, чтобы вам было более наглядно, как, в общем-то, эти тени работают при таком нанесении. Еще я поняла, что я про упаковку вообще ничего не сказала. Здесь, конечно, картон, с другой стороны зеркало. Зеркало, в принципе, большое, в нем хорошо все видно. Что касается картонной упаковки, то я слышала такое мнение, что, типа, это может очень дешево выглядеть. И сравнивают еще вот с этой палеткой от Линды Холберг. И вообще, мне кажется, Линда Холберг это очень хороший бренд, и конкретно вот эта палетка, она называется Infinity Palette. Reveal your inner creator. Здесь тоже вообще-то Линда, когда ее создавала, сказала, что она задумывается как палетка для всего. Здесь и тени, и румяна, ну, хайлайтер у нее здесь есть, да, сияющих два оттенка. Но так-то по-хорошему здесь Линда тоже попыталась в текстуру, которая будет работать везде. И все-таки у Хиндаши это лучше получилось, на мой взгляд. Ну, что касается упаковки, то она легкая, картон вот этот глянцевый немного, он, ну, ощущается не очень дорогим. Вот, эта палетка, конечно, ощущается существенно более дешевой, вот, чем конкретно от Хиндаша. Это она сделана из такого шершавого картона, ее даже просто трогаешь. Здесь еще вот эти буквы серебряные продавлен как бы картон, да, и краской там залито все это дело. Ну, то есть это более дорого выглядит, чем просто здесь печать поверх глянцевого, по сути, картона, да, такого полу-глянцевого, наверное. Здесь прям матовое все, это очень шершавенькое, текстура тоже есть. Единственное, мне кажется, вот здесь по краям у меня уже мохнатится все это дело начало. Я думаю, что может быть она со временем размохнатится, особенно если вы ее постоянно вот так делаете, туда-сюда. Но, по крайней мере, она не выглядит как будто она развалится у вас в руках. Наверное, прям суперлюксовая она впечатление не производит, такое скорее, ну, профессиональная косметика, вот хорошая, качественная, профессиональная косметика. В общем-то, наверное, Хиндаш как-то так ее и задумывал. И по доставке я очень долго рассказывала, да, историю. Я поняла, что я так и не сказала, что, получается, на четвертый день палетка уже ко мне приехала из Арабских Эмиратов, она была отгружена, и доставка была бесплатная. Возможно, у него акция была, я помню, он в сторис выкладывал, что, типа, доставка по всему миру бесплатная в течение 24 часов. Еще, кстати, в Инстаграм выложила распаковку и превью такой свочи этой палетки, и Хиндаш сам пришел, лайкнул мой пост, и в комментариях мне написал, мне кажется, это очень мило, мне, конечно, было очень приятно. Давайте традиционно наши любимые плюсы и минусы. Я постаралась отгородиться от очень милой и очень позитивной личности самого Хиндаша, что касается самой палетки, плюсы сначала, да, всегда сначала надо о хорошем. Здесь, конечно, кастомные цвета, и это более-менее, мне кажется, новшество. Конечно, многие сравнивают с от Кевина Куан палеткой, палетка какая-то бронзер, на самом деле, вот тоже здесь, да, есть этот эффект градиента. И у Кевина Куана так-то и палетки тоже были, и вот эти вот большие вот для лица, у него там периодически есть тоже фишечка такая, да, с градиентом. Но здесь, конечно, существенное отличие, на мой взгляд, здесь все продукты матовые, и здесь текстура совершенно другая. То есть внешне может быть издалека так показаться, но на самом деле это совершенно разные продукты. У Кевина Куана еще, ну, по крайней мере, вот в этом моем бронзере, нео бронзер Sunrise Light. Этенок называется, там в светлом цвете прям отдельные блестки, ну, прям заметные. Просто смотришь на рефил и видишь там блестки, здесь блесток нет, абсолютно все матовое. Так что, в целом, мне кажется, палетка-то выглядит интересной, другое дело уже, насколько это надо. И насколько это удобно, но об этом мы уже с вами в минусах поговорим. Именно что касается идеи, здесь 6 оттенков, очень много продукта, здесь 24 грамма, это просто очень надолго хватит. И прикольно, что вы всего лишь 6 рефилов имеете, и разнообразие оттенков здесь, конечно, огромное. Второй плюс, это текстура, и как раз-таки из-за этой непривычной для меня, по крайней мере, текстуры, мне кажется, что это действительно чуть ли не лучший случай палетки, которая и швец, и жнец, и дудец, и грец, и молодец. Потому что, в чем вообще сложность, и у Линды Холбек тоже сложность была, когда ты делаешь продукт, который будет и как тени работать, и как что-то для лица. Это несочетаемые, казалось бы, понятия, потому что на лицо, как правило, люди хотят более тоненькое что-то, что можно наслаивать, что сразу же не будет очень ярким пятном на лице лежать. На глаза в качестве теней хочется все-таки чуть более пигментированное, да, чтобы это было лучше видно на веки. Здесь вот он как-то сделал классно, что у него получилось и тут хорошо, и там хорошо, но, наверное, не идеально, вот именно в плане теней, потому что, наверное, люди все-таки предпочитают... Ну, я человек, любимые тени Анастасии Беверли Хиллз, да, у которого Melt мне тоже очень нравится, там, конечно, намного более пигментированные тени, но если вот их наносить именно, как Хиндаш сказал, постепенно наслаивать, углублять цвета таким образом, то здесь, в принципе, так-то это работает. Чтобы представить более-менее, что это такое, вот представьте себе какую-нибудь пудру от люксового бренда, очень плотно спрессованную и очень тоненькую, то есть вы трогаете шелковистый, мягкий рефил, у вас тонюсенький-тонюсенький слой продукта на палец набирается, вот здесь все продукты такие, ну, понятно, да, что если вот этот вот коричневый, да, я беру, вот такая более сухая текстура, ну, даже видно, да, это не что-то суперплотное, это такой более тоненький продукт. Растушевка здесь замечательная, на лице очень мягко, действительно, все наносится, стойки они еще, кстати, я забыла сказать, я снимала, не прокомментировала, потому что я уже засыпала, но, в общем-то, я так-то все у себя видела на лице к вечеру. Действительно, все здесь наслаивается, и действительно, тени, даже если вы уже нанесли 50 слоев более светлых оттенков, когда вы начинаете черный тот же наносить, у вас его в любом случае видно, и до какого-то момента, по крайней мере, этот черный можно нанести. Это серый, Хиндаш еще отдельный упор сделал, что типа серый, он еще такой нигде не видел, очень классный, красивый, действительно, мне серый очень даже понравился. Так что к следующему плюсу мы логично пересекаем, что действительно у палетки много использований. Вот единственное, что я бы, наверное, добавила, это чуть больше пигментации, но в таком случае я понимаю, что пострадают уже их качества как продуктов для лица, так что я думаю, что Хиндаш, конечно, знает, что он делает. Еще один плюс, что здесь продукта очень много, я уже сказала, и последний плюс в моих глазах, это тот факт, что здесь ничего не осыпается, ну, буквально какие-то минимальные парочка крошечек, которые с легкостью смахиваются, не оставляют разводы. В этом плане это удобный действительно в использовании продукт. Та-та-там! Переходим к минусам! И первый минус я, в общем-то, уже сказала, если рассматривать их как тени, то пигментация здесь не Анастасия Беверли-Хиллз. Свочи Хиндаши, если вы смотрели его видео, то, ну, я не знаю, как он их делал, там еще, по-моему, было написано, что типа с сухой кистью на сухой коже, что-то такое, я уже сейчас не помню, но, конечно, у меня такие свочи, как ни крути, как пяткой чучелком там, я не знаю, я пыталась, старалась, у меня такие густые свочи все-таки не получались. Тот же белый, да, вот этот цвет, к примеру, если вы смотрели видео Хиндаши о запуске, там у него модель накрашена, и вот этот белый цвет у нее на все подвижное веко нанесен. Я, ну, я не знаю, опять же, как они носили, возможно, на липкую базу они наносили, чтобы прям настолько это был яркий пигментированный белый. На мне это что-то очень полупрозрачное, даже если я пытаюсь наслоить. Ну, в целом, конечно, да, это видео Хиндаша, просто парад победителей генетической лотереи, правда, там одна модель крашу другой, но спасибо ему, что он более взрослую, более возрастную модель тоже использовал для своего видео. Вот так вот, правда, она сидела далеко, но ничего страшного. Это уже прогресс, многие даже более взрослых моделей никогда не используют. Ну, конечно, на таких невероятно, конечно, красивых людях с огромными веками, но макияж, конечно, там великолепный. Ну, вот повторюсь, у меня все-таки не всегда получалось добиться такой же пигментации, как на видео у Хиндаша. Еще один минус, наверное, кто-то скажет, что все здесь текстуры матовые. И, ну, вот Линда, да, к примеру, сделала здесь у нее два оттенка, светлые сияшечки, их можно как хайлайтер, как сияшка, да, на подвижное веко. Здесь Хиндаш решил сияшек не делать вообще. Следующий минус, следующий минус, мне кажется, такой непривычный, наверное. И, в принципе, я еще ни разу не встречалась с такой особенностью продукта косметического. Но действительно, здесь, смотря куда ты тыкнешь кисточкой, ты получаешь разные цвета. И вот в первые, первые, первые впечатления, когда я снимала, в первый день, я делала макияж, сначала с одной стороны, ну, как раз вместе с вами, да, потом с другой стороны повторяю, такая, ну, все, вроде бы то же самое сделала, а потом смотрю и понимаю, что у меня разные цвета, то есть у меня цвета не совпадают. И, видимо, действительно, вот ты чуть-чуть полсантиметрика правее или левее, тыкаешь рефил, ты получаешь другой цвет. И это как-то непривычно для меня, да, что обычно ты просто, ну, знаешь, да, куда ты тыкнул в какой рефил, а здесь еще надо как-то примерно напрягаться, иду, думать, надо голову включать, в какое именно место на рефиле ты тыкнул кисточкой. Ну, и так-то, да, по-хорошему, если посудить, действительно ли нужно вот это перетекание из одного цвета в другой, понятно, что можно, да, тыкнуть в какое-то место, и ты получишь как бы смесь этих цветов. Ну, так-то, если вот у тебя есть один, там, я не знаю, черный и один коричневый, можно тыкнуть сначала в черный чуть-чуть, а потом в коричневый, и ты как бы тоже получишь смесь. То есть так-то теоретически можно смешивать оттенки, если они в разных рефилах находятся, то есть это не настолько важно именно иметь градиент, тем более, что нужно точно помнить, куда ты тыкнул. Здесь, ну, может быть, это, знаете, вау-фактор, да, это новизна какая-то, и я, конечно, аплодирую хиндашу за то, что он как-то стремится в новизну, по крайней мере, это интересная новинка, и сейчас каждая первая-вторая выходит, уже они настолько приелись, примелькались, и здесь, по крайней мере, это ни с чем не спутаешь. То есть те свочи, да, хиндаш, что показывала вот этот рефил, серо-коричневый, там, от серого, там, темнее, 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 но такие свочи, ну, так вот просто, да, можно взять два оттенка, один серый, один коричневый, разные рефилы, и их в разных пропорциях смешать, чтобы сделать такие же свочи. Ну, я думаю, вы понимаете, да, что я имею в виду, здесь вот именно градиентом они стоят, ну, ладно, окей, стоят и стоят, зато красиво, интересно это выглядит. Опять же, этот градиент, да, вот на этот оранжевый, красный, в этом оттенке, да, по-хорошему-то и градиента особо нет, он там есть просто минимальный-минимальный, с одной стороны, чуть более малиновый, как бы, цвет, и с другой стороны, чуть более оранжевый, да, какой-то, но не настолько большая разница между ними, я пошла еще раз видео, хиндашу пересмотрела, и он так очень плавно мимо этого оттенка, так, ну, это типа румяна, там, для более темного цвета кожи, да, он их наносит, потом на светло-кожей он их как тень использует, но он там не сказал даже, что это градиент, то есть он, ну, сам, видимо, понимает, что у него тут не очень хорошо градиент получился, это теплый желтый, но вот этот желтый, он вообще как желтый не транслируется, я его, опять же, наслаивала, да, потолще, не видно, что это желтый, это скорее как чуть более темный оттенок пудры, и мне кажется, мне кажется, это моя теория заговора, исключительно хиндаш не говорил об этом, но мне кажется, что все-таки этот оттенок, второй здесь, он задумывал как пудра, то есть здесь более светлый цвет с одной стороны, более темный с другой, но даже если он задумывал, да, это так, то он, конечно, никогда не скажет об этом, потому что, когда ты делаешь оттенок пудры, да, уже что-то тональное, тебе, конечно, нужно подумать о людях со всеми цветами кожи, если вы тоже обладатель более светлой кожи, то замечательно, как пудра, я вот пользуюсь тоненькой текстурой, пирогом мне лежит на лице, не сказать, что она прям супер делает стойким макияж, ну, не задумывалась, да, она, вероятно, как пудра, которая будет прям супер стойкой, держать макияж намертво, ну, по крайней мере, вот с моим типом кожи, нормальной склонной к сухости, замечательно, как пудра идет, ну, и последний минус, это чехарда с заказами, с тем, как доставка была, с трекингом, ну, здесь, наверное, можно сделать скидку на то, что это новый бренд, что они вообще тестировали сайт, когда я заказывала, просто случайно так заглянула, палетку мне прислали, денег с меня больше не взяли, и палетку мне, кстати, очень даже быстро прислали, на четвертый день по Америке-то они всегда так доставляют, а тут-то с другого конца света, по сути, мне палетка приехала, так что не буду особо вонять и возмущаться, из-за того, что я не могла трекать все время, да, пока эта палетка, до меня ехала все эти 4 дня, я не знала, приедет она ко мне в результате или нет. Как резюме еще раз, что касается всех этих продуктов, ну, вот разве что вот этого красного цвета, потому что он чуть более пигментированный, чем все остальные, то это тоники по текстуре продукта, есть чуть более суховатой текстурой, и со средней пигментацией, очень плотно спрессованные, повторюсь, люксовая пудра, плотно спрессованная, тоненькая, вот трогаешь один в один здесь ощущение. Они наслаиваемые, они пятна не ставят, но они наслаиваемые до какого-то момента. Пигментацию Anastasia Beverly Hills вы здесь, конечно, не получите, но, с другой стороны, может быть, даже проще пользоваться чем-то таким. Я в целом положительно, конечно, отношусь к этой палетке, здесь, наверное, на 30% тот факт, что, ну, хоть какая-то новизна, есть хоть что-то интересное в сегодняшнем дне, когда каждая первая палетка, как и каждая вторая, в общем-то, выглядит. Мне кажется, здесь есть интересная задумка, еще, наверное, 30% моего положительного отношения к этой палетке заключается в том, что здесь действительно бронзер здесь есть, здесь скульптор есть, черный есть, коричневый такой, красно-коричневый, да, с яркой теплой составляющей, и все это дело предполагается смешивать друг с другом, и я так и делаю, в принципе, мне нравится результат, что у меня получается. 40% еще, да, осталось процентов, наверное, 20 из них это легкость в использовании, отсутствие осыпашек, и 10% это стойкость тоже этих продуктов, ну, и осталось у нас, да, математик, блин, запутался уже, сколько уже процентов, допустим, 10% у нас осталось, вот, это моя небольшая претензия именно по пигментации. Ну, растушевка меня порадовала, опять же, холодный, что здесь тоже есть цвет, вот сейчас у меня, в частности, такой более холодный макияж, мне кажется, очень даже красиво получилось, и действительно быстро и легко. На лице все, вот здесь у меня все-все-все, продукты тоже как раз-таки из этой палетки, румяны я тоже взяла отсюда, пудру я отсюда взяла, брови я нарисовала этой палеткой, помада, вот, единственное, я взяла другого бренда, и тональный крем, тушь, да, еще и ресницы накрасила. Все остальное, по сути, мне сделала эта палетка, так что, наверное, свои универсальные качества она более чем доказала. Стоит ли платить за нее 70 долларов? Ну, мне кажется, это, знаете, такая может быть больше для витиманьяков, кто уже устал от повседневных палеток, похожих друг на друга, здесь явно, скорее всего, то, чего у вас еще нет в коллекции, и в отличие от той же Линды Холберг, кто пытался уже в такую концепцию идти, да, когда у вас одна палетка для всего, здесь это, конечно, лучше получилось. Одни и те же текстуры должны использоваться для разных вещей, чтобы вот настолько это хорошо получилось, я действительно еще такого не видела. Так что, поздравляю Хиндаше с успешным запуском, я надеюсь, он решит у себя там проблему с трекингами и с заказами. Давайте, наверное, на этом закончим, я надеюсь, это видео оказалось для вас интересным, полезным, ставьте пальчик вверх, если оно вам понравилось. Обязательно пишите ниже, как вам палетка от Хиндаша, я по комментариям в инстаграм поняла, что не все, в принципе, в восторге от этой идеи градиентных рефилов, то есть не совсем понятно эта палетка, зачем она нужна, кому она нужна. Так что, мне будет очень интересно, конечно, узнать ваше мнение. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии и увидимся в следующем видео, пока!